МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу пожелать вам, чтобы вы на площадке уполномоченного по правам человека выработали еще более действенные меры, которые необходимы нам в обществе для того, чтобы решать эти задачи совместно. Много впечатлений оставили. Есть над чем работать. Но за год, я думаю, что они добились очень много всего. Мы с ними также занимаемся не только как техникой на коньках, но и хореографией. Что такое подростковая преступность и как с ней бороться? О профилактике правонарушений, пресечении наркотрафика и необходимости медицинской помощи, говорили на очередном заседании Межведомственной комиссии. Ее деятельность по итогам года даже признали эффективной. Губернатор округа утвердил, новый состав комиссии о целевую программу профилактики решено продлить до 2015 года. Руководитель аппарата администрации, депутат, главный федеральный инспектор ПАНАО, представители ФСБ, полиции, федеральные службы по контролю наркотиков, МЧС, специалисты управления здравоохранения, труда и соцзащиты и финансов. Состав комиссии впечатляет и вселяет, нет, не оптимизм, но некую уверенность в том, что уж в таком-то составе проблему решить должны. Итоги четырех месяцев в отчете начальника полиции по охране общественного порядка как прогноз погоды почти благоприятный. Стали лучше бороться с незаконным оборотом оружия, всего преступлений в округе стало меньше, как и в общем противоправных деяний несовершеннолетних. В частности же не гром среди ясного неба, но как осадки, которых вроде ожидаешь, но так не хочешь. Девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков только за три месяца. Для небольшого ненецкого округа цифра немаленькая. К тому же этот показатель выше, чем в прошлом году. По большому счету молодежь, значит, где-то процентов 40 людей не работает. Основная часть наркотиков, которые их занимаются, все-таки это будут симпатические наркотики. Помимо традиционных силовых мер, отмечают в ФСКН, важна профилактика. 13 мероприятий уже состоялись. В основном беседы и родительские собрания провели, и акцию «Сообщи, где торгуют смертью» и турнир по борьбе под девизом «Спорт против наркотиков». Ролики, пропагандирующие здоровый образ жизни, звучат на радио и крутятся в телеэфире. Решать проблему совместно помогают и специалисты здравоохранения. Медицинская профилактика тоже дает результат. Затронули на комиссии тему правонарушений в сфере миграции. 67 решений по административным делам и наложении штрафов на общую сумму 678 тысяч рублей. Результат акций – нелегальный мигрант, зимник, рынок, регион магистрали и маршрутка. Общий план действий всех служб в вопросе профилактики правонарушений выработан, мероприятия прописаны, есть и понимание того, как и что необходимо делать. А значит, есть надежда, что и результат в итоге будет. Антон Парахин, Вадим Стасюк, Селиканал Север. В культурно-деловом центре Арктика состоялась региональная практическая конференция «Мир, доступный всем». Ее цель – разработать механизм взаимодействия всех органов власти по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов. Напомним, этот документ был ратифицирован Россией в мае прошлого года. За круглым столом собрались представители общественных организаций, уполномоченные по правам человека и ребенка в Ненецком округе. Они подвели итоги работы своих организаций, чтобы определить направление будущей деятельности. На конференции обсуждали актуальные вопросы по выполнению всех мер для обеспечения достойного уровня жизни инвалидов, а самое главное – вовлечение их в общественную жизнь. Участников конференции поздравила заместитель главы Ненецкого округа Ольга Барташова. Хочу пожелать вам, чтобы вы на площадке уполномоченного по правам человека выработали еще более действенные меры, которые необходимы нам в обществе для того, чтобы решать эти задачи совместно. За несколько лет законодательской деятельности удалось заложить прочный фундамент. Он позволил создать президиум, а также институт уполномоченного по правам инвалидов. Установлены медицинские, юридические и экономические стандарты. Создан Координационный совет Ненецкого округа. Государственные органы поддерживают инициативы социально ориентированных организаций и выделяют гранты на проекты. Но не все так гладко. В округе до сих пор не работает федеральный проект «Доступная среда». В связи с передачей полномочий Архангельской области наши депутаты не могут запустить его уже второй год. А ведь именно этот проект должен существенно упросить жизнь не только инвалидам, но и всем категориям граждан, которых можно отнести к маломобильной группе. Маломобильная группа населения – это же и пожилые люди, это дети, это мамочки с колясками. Так что это будет очень удобно для всех, если город наш будет таким удобным, уютным, доступным. Уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Татьяна Бадьян считает, что такие люди нужны в политике, особенно на муниципальном уровне. Кто, как не они, способны глубже смотреть на проблему доступности среды и более верно принимать решения. Люди с ограниченными возможностями, и еще раз при встрече с ними убеждаешься, насколько сильны духом эти люди, насколько они замечательные, настоящие патриоты. Никогда не жалуясь, стараются быть активными во всем, и, конечно, испытываешь к ним огромное-огромное уважение. Среди участников конференции – студенты Ненецкого техникума. Правоведы и будущие соцработники наглядно убедились, что их работа действительно важна. Мы посетили эту конференцию для того, чтобы узнать, как мы будем работать в дальнейшем, с чем работать, и чтобы помогать как инвалидам, и так людям, нуждающимся на их помощи. Конференция была посвящена сразу нескольким значимым датам – Международному дню борьбы за права инвалидов, пятилетию принятия Конвенции ООН и 25-летнему юбилею Всероссийского общества инвалидов. Илья Кузьмин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 8 сентября 2013 года в России объявлен единым днем голосования. В этот день по всей стране пройдут выборы разного уровня – от глав субъектов до депутатов муниципальных образований. Наш округ будет выбирать депутатов в Архангельское областное собрание. 7 глав и 10 депутатских корпусов в муниципалитетах. С 2007 года в нашей стране стали применять предварительные выборы, так называемые «праймерис». Этот тип голосования был перенят у Соединенных Штатов Америки. Он позволяет гласно и открыто выдвигать кандидатов, заранее ознакомить их с населением. Благодаря предварительным выборам выдвиженцы от одной партии на выборах не отбирают голоса друг у друга. В то же время победитель «праймерис» получает поддержку от всей партии. В нашем округе эта практика уже прижилась и регулярно проводится с 2010 года. В преддверии единого дня выборов жители округа также смогут познакомиться со всеми кандидатами, чтобы отдать за них свой голос. 20 мая в культурно-делом центре в 18 часов мы пробуем «праймерис», то есть общенародное голосование, где будут представлять свои программы 8 кандидатов в Архангельско-областное собрание. Каждый кандидат выступит со своей программой, а уже жители округа сами будут определяться, кого они считают достойным быть депутатом. Ниньский округ готовится принять участие в Международном конгрессе леневодов, который состоится в июле этого года в Китае. Это пятое мероприятие. Каждый раз в его проведении выбирается новая страна. Единственное условие, чтобы на ее территории занимались разведением и выпасом оленей. Подробно о подготовке к съезду в материале нашей программы. Предыдущий съезд собрал оленеводов из разных стран в норвежском городе Каута-Кейна в Международном центре оленеводства. В этом году все дороги ведут в Китай. С каждой ассоциацией будет приглашаться по два человека – мужчина и женщина. Помимо оленеводов, количество которых будет ограниченным, на конгресс приедут другие специалисты. Алена Герасимова из Якутии. Она работает над проблемой влияния климата на традиционные условия выпаса оленей. Говорит, что участие в конгрессе будет полезным для нее и ее исследовательской работы. Сказали, что я тоже присоединюсь к организации этого, поскольку я изучала китайский язык, тоже буду помогать в переводах где-то и поеду туда. Традиционно в работе Международного конгресса принимают участие представители из девяти стран, на территории которых занимаются оленеводством. В России практически все северные регионы задействованы в этой сфере, поэтому наша страна представит сразу несколько делегатов. В том числе и буду участие принимать делегации Ленинского автономного округа. На сегодняшний день полной информации пока нету по участию и количеству делегатов от нашего округа. Прошлый съезд собрал около 30 делегаций со всего мира. Все они представляли коренные народности. Как и в прошлый раз, на Международном конгрессе основной темой для обсуждения будет сохранение и развитие важной отрасли сельского хозяйства – оленеводства. Антонина Литкова, Тимур Соболев, Антон Водряков, Телеканал «Север». Финансовая помощь талантливой молодежи в Управлении образования молодежной политики округа подвели итоги конкурса по предоставлению грантов. В этом году те, кто активно занимается спортом, творчеством или наукой, получат до 15 тысяч рублей. О конкурсе и его победителях расскажет Ирина Соливерстова. Воспитанница детской школы искусств Мария Кремень уже 6 лет занимается музыкой. За это время девушка становилась победительницей едва ли не всех региональных конкурсов. Одно из последних выступлений в областной столице. В Архангельской Марии играла буги. Виртуозное владение инструментом, мастерство и долгие тренировки принесли второе место. Эти заслуги вошли в портфолио и стали материалами к участию в окружном конкурсе по предоставлению грантов для талантливой молодежи. Музыкой я занимаюсь уже 9 лет. В прошлом году окончила классическое фортепиано, в этом сейчас занимаюсь джазом. В конкурсе грантов я узнала от своей преподавательницы Ютина Тянтольевны. Я заняла в Великом Мустике второе место и деньги решила потратить на оплату билетов. Юная художница Валерия Артеева также победительница конкурса грантов. Творчеством воспитанница детской школы искусств занимается более 7 лет. Из последних достижений серебро в областном конкурсе «Кисточка». А рисунок Леры о любви к родному краю стал лучшим и основным в главном календаре Ниинского округа. Сейчас заниматься искусством очень дорого, краски стали очень дорогие, там от полторы тысячи даже стоят. Но также можно съездить на пленэр, на билеты деньги потратить. Воспитанница спорткомплекса «Норд» Светлана Жахеева на закрытии сезона пловцов подтвердила первый взрослый разряд. До кандидата в мастера спорта девушку отделяют 2 секунды времени. Светлана, безусловно, лидер своей возрастной категории. За ее плечами победы на региональном, областном и всероссийском уровнях. Я, конечно, рада, что стала одной из победительниц грандов. Вырученные, выигранные деньги я потрачу на новый гидрокостюм, потому что он поможет мне в реализации новых достижений, успехов. Спорт, творчество, наука, выявить, поддержать лучших – одна из основных задач руководства округа. Именно поэтому в регионе реализуется соответствующая целевая программа. Гранты талантливой молодежи выделяются для приобретения оборудования, литературы, спортивной формы и инвентаря. Каждый из юных дарований сам решает, в каком направлении необходима помощь. На сегодняшний день, в 2013 году, заявки подали 11 человек. Это те молодые люди, которые были допущены по формальным признакам. То есть те люди, которые живут в Минском автономном округе, трудятся, учатся, работают. И в возрасте от 14 до 30 лет. На сегодняшний день поддержано 8 заявок. 8 заявок и, в общем-то, всех победителей, имена всех победителей уже известны. Ознакомиться с результатами можно на молодежном сайте «Забор 83». Там же будут публиковаться положения, а также сроки проведения следующих конкурсов. Шанс на победу есть у всех ребят, говорят организаторы. Главное – поверить в себя. Оркомитет Сочи 2014 назвал имена кандидатов в факелоносцы. Правда, не всех. Обработано пока только половина региональных списков претендентов на участие в эстафете Олимпийского огня. В числе тех, кто понесет факел главного спортивного события 4-летия, жители Ненецкого округа. А некоторые из кандидатов, в том числе и те, что заявлены от НАО, временно являются эксклюзивом оргкомитета. Поэтому их именно пока не озвучиваются. Эстафета Олимпийского огня начнет свой путь из Москвы 7 октября. По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты окажется 90% населения России. Таким образом, непосредственными зрителями и участниками смогут стать около 130 миллионов жителей нашей страны. Огонь преодолеет более 65 тысяч километров на автомобиле, поезде, самолете, русской тройке и даже валению пряжки. Побывает Олимпийский огонь в каждом из российских регионов, в том числе и в Нарьинмаре. Эта факельная эстафета станет самой продолжительной за всю историю зимних Олимпийских игр. Добавим, что в списке всех 14 тысяч факелоносцев оргкомитет Сочи 2014 огласит 7 июля 2013 года. Ледовые танцы или арктические узоры на арене труда прошли первые окружные соревнования по фигурному катанию. Этот турнир – шанс для спортсменов показать все, чему они научились в течение прошедшего сезона. В числе участников более 50 юных фигуристов к зрителям и болельщикам присоединился и Олег Хатанзейский. Обязательная разминка и через минуту эти юные спортсмены впервые выступят на окружных соревнованиях в стенах родной спортивной арены. Этот спорткомплекс построили более трех лет назад. Сразу создали детскую команду по хоккею, а сейчас появилась еще и сборная по фигурному катанию. Правда, команда состоит только из наринмарских спортсменов. Из округа нет ни одного. Этот вид спорта в нашем регионе только начинает развиваться. В программе шесть возрастных категорий юных спортсменов жюри оценивало по трем критериям – исполнение номера, эмоциональность и хореография. Две минуты 30 секунд – именно столько, в среднем длится одно выступление. За это время они должны были откатать свою программу идеально чисто. Получалось не у всех. Случались и обидные падения, и неуверенность в себе. Аплодисменты ободряли юных фигуристов. «Много впечатлений оставили. Есть над чем работать. Но за год, я думаю, что они добились очень много всего. Мы с ними также занимаемся не только как техникой на коньках, но и хореографией». В самой младшей группе первое место завоевала Арина Матафанова. В старшей – это Диана Маслова. Золото в группе до 2005 года рождения досталось Веронике Клюкиновой, до 2007 – Елизавете Голковской. Интрига соревнований завязалась в самой старшей возрастной категории. Кристина Матафанова обошла всех и заняла самую высшую строчку. Теперь уже позади слезы, падения и разочарования. Впереди новые тренировки. До следующего турнира не так много времени. Предстоит решить и организационные вопросы. Один из главных – спонсорская поддержка и судейство. Хотелось бы, конечно, присутствие профессиональных студий из других регионов с судейскими категориями, которые бы, ну, как-то помогали. Где-то мастер-класс детям дали и посмотрели свежим взглядом на них. Это тоже немаловажно. Ну, и привезли своих ребятишек, чтобы это было намного интереснее, живее. Для организаторов главное, чтобы потенциал был у всех юных фигуристов. А он есть, работать любят и большинству порочат большое будущее. А сейчас это первые соревнования, первые оценки жюри, медали и кубки. Олег Танзейский, Вадим Носкин, Сергей Гачегов, Телеканал Север. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Все самое интересное и на нашем сайте. Трксевер.ру. Увидимся. Трксевер.ру. Увидимся.